то что мы видели в консультировании в душевных связях то что можем сказать что каждый раз когда человек имеет сексуальные взаимоотношения он отделяет часть своей души этому человеку и поэтому если у меня было множество партнеров это означает что я отдавала частичку себя другим людям хорошая новость в том евангелие это хорошая благая новость мы можем вернуть эти чистки обратно я верю что мы даже направляемся чтобы делать это возможно здоровые взаимоотношения в которых враг желает чтобы возникли не божьи взаимоотношения я знаю что были ситуации когда такие взаимоотношения возникали в бизнесе и там была злость отвержение и вещи начали происходить неправильно и иногда эта злость становилась душевной связи конечно вам нужно простить но иногда нам нужно вернуться и разрушить эту душевную связь я прочитаю вам молитву которую они предлагают я считаю что она хорошая я буду пытаться делать это медленно чтобы вы могли записать я разрушаю душевную связь с и вы имеете есть тут свободное место куда мы записываем имя я разрушаю любое влияние от и опять свободное место я разрушаю влияние от и имя человека а потом я я отдаю те вещи которые были его или ее я возвращаю обратно вещи которые мои и я омываю их в христе лишь в крови ешуа это хорошо держать эти записи в своих тетрадях тетрадь к тетрадах я омываю эти вещи в крови ешуа часть души который часть души которую мы отдали в душевной связи я знала другую женщину я предлагаю я вам переведу и буквально и хорошо то есть и я напишу вам и вы это перепишите а знакомы ли вам местописание где написано что дух господа это свобода это молодая женщина которая говорила нам учила о свободе она говорила я беру это это дух и я я освобождаю его дух душу и тело от любого небожьего влияния у вас возможно есть душевная связь с вашей мамой и поэтому вы не разрушаете такие взаимоотношения вы разрушаете или отказываетесь от нездорового и небожьего влияния и мы хватаемся за добрые вещи и когда таким образом кирк говорил о беззаконии и благословении нам нужно схватываться за все то доброе что бог сотворил и предназначил для нас я не уверен что моя семья видела все то что бог предназначил для нее но я могу обернувшись назад посмотреть на историю моей семьи и я могу увидеть что такое возрастающее рост благословения на протяжении поколений моя прапрабабушка была родилась после прелюбодеяния моя прапрабабушка была более свободная чем прапрабабушка моя мама она пошла дальше было более свободно в ешуа и я получила это от моей мамы и пошла дальше и у моих детей есть я я вижу что это хороший процесс и иногда для тех у кого были разводы или плохие взаимоотношения после того как вы разрушаете душевные связи я верю что это освобождает вас и бог он показывает вам и те хорошие вещи которые есть вас и которые не были в прошлом он чудесный он берет наши жизни и делает делает такой узор узор из вашей жизни в моем понимании если бы я посмотрел на свою жизнь со стороны когда бог мог сказать что вот это нужно подправить но это не так работает когда бог делает свою работу и мы смотрим на прошлое нашей жизни мы не можем найти греха или ошибок в этом и мы можем смотреть на прошлое нашей ошибки и когда бог приходил и исправлял их иногда он сделал их прекрасными и я не знаю как это не понимаю как это действительно работает я знаю что это прекрасно и так ребята почему же мы изучаем класс о семье в библейской школе знаете потому что это о вас цель не только в том чтобы вы получили успешный брак и были успешными в семье вы будете снаряжены чтобы служить миру давайте откроем псалом 126 если господь не со жизни дома напрасно трудится строящий его если господь не охранит города напрасно бодрствует страж напрасно вы рано встаете поздно просиживаете едите хлеб печали тогда как возлюбленному своему он дает сон вот наследие от господа дети награда от него плод чрева что стрелы в руке сильного то сыновья молодые блажен человек который наполнил имя колчан свой не останутся они в стыде когда будут говорить с врагами в воротах это как основание библейское основание для этого класса если господь не сожидит дома напрасно трудится строящий его пожалуйста заметьте что-то об этом писании вначале говорится о семье сначала говорится о семье а потом о городе сначала говорится о детях а потом говорится о городе И также мы знаем из послания к Тимофею, что когда мы избираем лидера в церкви, нам необходимо посмотреть на его семью. Как же они, какие они имеют взаимоотношения в семье? Я всегда, я продолжаю всегда так смотреть. Как человек ведет свою семью, это показывает то, как он будет вести церковь. Мы благословены в нашей общине, в нашем собрании. Они смотрят на нас, как на папу и маму. Мне это нравится. И каждый из младших пастырей, малых групп, и они ведут свое пастырское служение, как отец или мама. И поэтому нам нужно понимать библейское основание, как вести семьи. Первый раз мы вели такой класс в 1991 году. И мы изучили кое-что, что было новым для нас. Существует два совсем разных образа мышления. Тот, кто был воспитан, обучен в западном образе мышления. Это называется греческим образом мышления. И вы мыслите, как греки. Платон. И у нас есть классы, где мы говорим. И то, как вы понимаете, что вы очень мудрый человек, и это тогда, когда у вас на стене висят очень много сертификатов и дипломов, что вы прошли многие классы. И это не еврейский образ мышления. В еврейском образе мышления мудрый человек — это тот, который применяет истину. Давайте представим, вы живете на улице, где у вас есть соседи. И с одной стороны у вас есть сосед-профессор, у которого столько много степеней, как и длина его руки. Его дети, они бунтовщики, они не оказывают уважения никому, не безответственны, но у него, у этого профессора, очень много степеней, научных степеней. С другой стороны, у нас есть сосед-сантехник. Его дети имеют очень хорошее поведение, они любят друг друга, и они любят своего маму и папу. Если вы умны, то вы пойдете за советом к семье-сантехнику. Если вы застряли в греческом образе мышления, и вы пойдете к тому человеку, у которого очень много научных степеней. Если мы смотрим на родительство, то мы хотим смотреть так, как Бог смотрит. Потому что, если Господь не сожидит дома, напрасно трудится строить его. Как я уже говорила, что моя мама была... Беременна? А, у моей мамы был нервный срыв. Она перестала... Она работала психиатром. Она работала на психиатра, простите. А ей стало полностью противно от психиатра. Потому что она не видела никаких позитивных изменений. Не только в своей жизни, но и в жизни остальных клиентов. Я верю, что те лидеры, у которых есть ученики, мы можем этим людям помочь. Нам не нужны степени в психологии. Нам нужно иметь понимание Слова Божьего. И это работает. И это Слово, оно работает, оно действует. Хорошо. Теперь, еще одно, что мы должны знать. В Ереме 31, 33. И то, что также нам нужно помнить, это Ереме 31, 33. И там сказано о Новом Завете. Но вот Завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. Когда мы говорим о семье, о взаимоотношениях, о конфликтах, помните, что у нас есть Новый Завет, а не Новые Правила. И иногда мы встречаем верующих, которые приходят и хотят использовать Новый Завет как свод правил. Он дал нам закон. Мы знаем, что Бога наилучшим образом. Мы знаем намерение Божие, но мы не можем их исполнять. Потому что Ешуа исполнил закон, это не означает, что нам не нужно беспокоить, как Бог думает. Мы не можем исполнить все десять заповедей, но мы пытаемся. Я знаю, какие у Бога стандарты. Понимать, когда люди приходят со своими семейными проблемами или проблемами на работе, не попадайте в эту ловушку, когда вы будете давать им новые правила. Нам нужен Дух Святой, который поможет им применить истину. Мы уже сказали, что так, как мы относимся к нашей семье, так мы будем относиться к Божьей семье. Так, как мы относимся к своей семье, это определяет, как мы будем относиться к своему городу. И то, что сказано в Псалме 126 и в пятом стихе, что эффективность нашей духовной брани... Вот пример. Когда мой сын был в колледже, он не ходил с Господом. И я однажды осознала, когда я была в молитве-ходатайстве, я осознала, что меня не уважали темные силы. Потому что мой сын не ходил такими путями, как ему должно было. Я не могла насильно заставить его быть праведным, потому что я не видела, чтобы это... Я могла бы это сделать, но я не видела, чтобы когда-то это работало. Поэтому я пришла, стала перед Господом. И я сказала, что когда я встречаюсь с своим врагом, тогда я неэффективна. Я чувствую стыд. И написано в пятом стихе, не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Поэтому мы не можем иметь здоровых семей без Иешуа. Что же созидает семью? И мы читаем в начале Библии, в первой главе «Бытия». Бог создал мужчину и женщину. И это было очень хорошо. И я хочу предоставить вам, что они были семьей. Даже перед тем, как у них появились дети. Дети – это благословение. Но дети – они не определяют семью. Есть разные виды любви. Есть четыре разных греческих слова в Новом Завете, которые говорят о любви. Но есть одно греческое слово о любви, которого нет в Новом Завете. И это слово «эрос». Иногда мы можем подумать, что это романтическая любовь. Иногда это сексуальная любовь. Я хочу вам сказать, что это любовь с крючком. И это, когда речь идет только обо мне. Я люблю тебя за то, что ты… какие ты мне чувства приносишь. В Соединенных Штатах мы имеем такое понятие, как «трофейная жена». Есть ли у нас такое? Когда толстый, уродливый, богатый человек имеет молодую девушку. И у него есть молодая девушка. Это любовь с крючком во множестве случаев. Не всегда, потому что я не бог, и я не буду осуждать или судить. В Америке очень любят музыку кантри. И там всегда идет речь о том, что я люблю тебя за то, что ты делаешь мне приятное. Это не Божья любовь. Наивысшая форма любви – это агапе. И она всегда сфокусирована на том наилучшем, кого ты любишь. Если я люблю его, то я забочусь о его самым лучшем. Если я забочусь о своих детях, то я забочусь о наилучшем для них. И для многих тех, которые являются родителями очень долго, могу сказать, что даже если мы любим своих детей очень сильно, нам хочется, чтобы были времена, когда мы чувствовали себя любимыми. И мой ребенок ошибся, и он неправильно себя ведет, и мне стыдно. Поэтому вы должны понимать, что на человеческом уровне мы не всегда можем любить любовью агапы. Без Бога. Тринадцатая глава Первого Коринфина. Я надеюсь, что вы знаете эту главу. В Соединенных Штатах очень любят цитировать этот отрывок во время бракосочетания. Очень часто я сжимаюсь. Потому что мы не можем любить так по нашим человеческим силам. Позднее в 1 Иоанна говорится, что Бог есть любовь. Это глава. Это описание Бога. Я не могу любить Его таким образом. И Он не может любить меня таким образом. Я не могу любить вас таким образом, как написано в этой главе. Я могу открыться и позволить Богу любить через меня. Но Ему вся слава. Потому что иногда Он может прийти и сказать, что Кэрин, ты настолько добра. Нет, я не такая. Я шкодница. Я шкодница. Я шкодница. Я ошибаюсь иногда. Я нетерпеливая. Я хочу то, что я хочу вчера. И вы все на моем пути. И когда Его любовь, она происходит, когда эта любовь выходит, я не уверен, что... Нет. Когда она истекает, то будьте уверены, что это Бог делает. Это чудо. И якобы, что это Бог делает. Это очень огромное дело. Это большое дело. Из чего же начинаются семейные проблемы? Все же было всегда хорошо. У Адама и Евы в саду. В чем же проблема в одежде, в жире? Что же произошло? Мы знаем же, не так ли? Бытие, третья глава. Мы не будем читать сейчас полную главу, потому что у нас нет времени. Но это хорошая идея для вас сегодня вечером, чтобы вы прочитали ее. Сатан пришел один. И он сделал определенный обман, трюк с Евой. Я хочу показать то, что я увидела в этом процессе. Заметьте, первое, то, что женщина была обманута, а мужчина нет. Он знал точно, что происходит. Я знаю это почему, потому что в этом иначе не было бы смысла. Если это была бы только ошибка Евы, почему же он сказал, что Адам согрешил? Но это то, что он сказал. Она была, она сделала ошибку, она была обманутой. Я думаю, что он был подобным образом. Что же произойдет с ней? О чем же вот эти смертные... В чем же смерть заключается? И как... И когда она вкусила этот плод, то она дала ему, и он также вкусил. Я не знаю. Я думаю, если он был такой... Блин, теперь она знает что-то, я не знаю. Может быть, он думал таким образом, что она знает то, что я не знаю. Мы не знаем точно. Но посмотрите, что же произошло внезапно. Они потеряли свою свободу. Они потеряли свое чувство принятия. Видите, я верю, что одно из этих вещей, что происходит в Божьем браке, это, что двоих людей смогут быть полностью наги и полностью приняты. Когда два человека полностью наги и полностью приняты. Они ходили в разных взаимоотношениях все время. В саду они были голыми, а тут им пришлось одеваться. Они стыдились. То, что я точно знаю, что где я не переживаю стыд, это в Божьем присутствии. Но в остальных ситуациях вам это знакомо, когда вы постоянно себя сравниваете, и этот стыд, он везде вокруг, окружает нас. И мужчины так же так поступают. Он сильнее, он богаче, он лучше выглядит, у него больше девушек, чем… Это результат греха. И следующая вещь, которую я вижу, это перекладывание вины на кого-то, на другого. Это змея, этот змея заставил меня это сделать. Эта женщина, которую ты мне дал. Это огромная ситуация. У Адама было два друга во Вселенной. Бог и женщина. И он отказался от них в одну секунду. Это твоя ошибка и твоя, потому что ты дал мне ее. И в этот же момент они были разделены друг от друга. Все разделения во взаимоотношениях происходят по причине греха. То, что я верю и надеюсь увидеть на небесах, что все наши взаимоотношения будут опять свободными. И мы не будем разделены друг от друга больше. На личном уровне и на уровне групп людей. Все народы, племена и языки придут, чтобы поклониться. Я верю, что я буду техасской в вечности. И также я буду сидеть рядом с украинцами в вечности. И мы будем понимать друг друга. Я не могу ждать. И это мы будем следить. И это мы будем следить. И это мы будем следить.